В Карагаше, в общежитии, которое еще и ремонтируют, уже отваливается плитка. У главы села есть вопросы к подрядчикам, а жители все равно довольны. Здание они ремонтировали 40 лет, а теперь есть новая котельная, тепло, светло и по коридорам ходить не страшно. Подробности противоречилого ремонта в сюжете Юрия Чернявского. Просто страшно. 40 лет не было ремонта. Представьте себе, какие здесь были стены. Пенсионерки сельского общежития Марии Прокоповне теперь и вспоминать страшно, какими здесь были стены всего несколько месяцев назад. Говорит, хотелось закрыть глаза, пока шла через обшарпанный коридор к собственной квартире. Все сыпалось, а тут где покраска, где не покраска была, половина белая, тут уже была какая-то и синяя, и зеленая, все вот так вот, до кучи. Сейчас на коридорных стенах декоративная штукатурка, горит свет и так на всех пяти этажах общежития. В фойе тоже обновили антураж. На полу новая керамическая плитка. Мария Прокоповна, которая 20 лет проработала на московских стройках, во время ремонта взяла на себя роль нештатного бригадира. Следила за качеством ремонта и подгоняла строительную бригаду. Сельское общежитие в Карагаше построили 40 лет назад и до сегодняшнего дня в нем ремонтов не делали. Проблемы в здании начались сразу после развала Советского Союза. Тогда общежитие осталось без централизованного отопления. Когда на проблему обратил внимание президент, рядом с общежитием построили котельную, а жильцам за государственные деньги установили в комнатах батареи. В середине осени прошлого года в дом пошло тепло. Мучились, замерзали, особенно на первом этаже. Я не могу вам передать. Тепло с батареей? Очень, очень тепло и хорошо. Вы не представляете, все такие довольные. Очень, очень. По поручению президента, сразу после запуска котельной начался ремонт внутри здания. Деньги выделил фонд Капвложений. Новые стены – это, конечно, красиво, но по мере завершения работ появились и первые нарекания на качество ремонта. Во-первых, недоделки в электрике. Розетка вываливается наружу, рядом висят какие-то провода. Во-вторых, плитка на крыльце кое-где уже отвалилась. Зазоры не заделаны. Да к тому же, сама плитка, скорее всего, предназначена для помещений, а не улицы. Хотя этот нюанс предварительно обговаривался. Я не думаю, что они перепутали плитку. Здесь все должны были поставить нормальную уличную плитку. Для безопасности жильцов, особенно в зимний период. За разъяснениями глава села намерен обратиться к подрядчику. Не исключено, что ремонт, который вот-вот должен был закончиться, придется растянуть еще на какое-то время. Юрий Чанявский, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.